Наши все еще больше. Наши все еще больше десяти главных и десять неглавных картин Репина. Журнал «Коммерсант». Номер 33 от 4 октября 2019 года. СТР. 12. В Русском музее открывается огромная выставка к 175-летию Ильи Репина, 1844-1930 годы. Ранее свой вариант юбилейного блокбастера показала Третьяковская галерея. При всех различиях между крупнейшими музеями отечественного искусства, общего в их подходах к празднованию все же больше, и Третьяковка, и русские не предлагают радикально новых интерпретаций искусства юбиляра, при жизни провозглашенного главным русским художником и исполнявшего эту роль на протяжении целого столетия, но берут количеством вещей, которое как бы само собой должно перейти в новое смысловое качество. Возможно, сегодня, когда в роли главного русского художника утвердился главный репинский оппонент Казимир Малевич, это не самое плохое решение. Восприятие Репина, крайне идеологизированное уже на заре передвижничества благодаря Владимиру Стасову, достигло высшей степени политизированности во времена Холодной войны. Признанный вершиной русского и мирового реализма в официальной советской эстетике и сделавшийся с легкой руки Климента Гринберга символом антимодернистских, консервативных, тоталитарно-популистских тенденций в искусстве, он оказался фигурой, раздираемой между полюсами авангарда и художественной реакции, иконой для Академии и жупелом для формалистов. Может быть, неангажированный взгляд на множество главных и неглавных картин Репина поможет освободить его искусство от идеологических стигм и эстетических предубеждений. Текст. Анна Толстова. Бурлаки на Волге. 1870-1873 годы. Русский музей. Краугольный камень репинского мифа, глубоко потрясающая картина из народной русской жизни, какой от русской школы ждал и наконец-то дождался Владимир Стасов, сделавшийся в годы работы над Бурлаками покровителем и апологетом художника. Хваля живописца за отсутствие обличительно-публицистического пафоса, не для того, чтобы разжалобить и вызвать гражданские вздохи, писал свою картину господин Репин, Стасов уподобил Репина Гоголю как глубоко национального реалиста и в своих оценках во многом сошелся с Достоевским, оставившим пространный отзыв о Бурлаках в дневнике писателя. Просто скажу, фигуры Гоголевские. Примечательно, что с самого начала Репин для прогрессивной критики не форма, а содержание, в нем видит достоинство большой русской литературы, и позднее сравнение с Гоголем сменится сравнениями с Толстым и Горьким. Репин, обладавший незарядным писательским талантом и, кстати, оставивший не столько воспоминания, сколько серию прекрасных литературных очарков о работе над Бурлаками, в далеком близком сетуют на то, что слово «литератор», ругательное в Париже, в передвижнических кругах было самой высокой оценкой живописи. Не воскрешение дочери Айра, принесшее ему первую стасовскую похвалу, большую золотую медаль и право пенсионерской поездки за границу, а именно Бурлаков принято считать подлинной дипломной работой и инициацией Репина. Бурлаки воспринимаются как передвижническая, хотя Репин еще не выставлялся вместе с передвижниками и не вступил в их товарищество, антитеза академизму, что верно на уровне программы, но в то же время метод работы художника остается по сути совершенно академическим с этим, например, связано и пресловутое отсутствие следов на песке позади бурлатской артели, во что интерпретаторы вчитывают глубокие символические осмыслы и что на самом деле вызвано механическим соединением фигуры фона в мастерской, когда пленарные впечатления изгладились из памяти. Негритянка 1875-1876 годы. Русский музей. Пенсионерская поездка Репина растянулась на три года, 1873-1876 годы, жил он главным образом в Париже, но много путешествовал по Европе в Риме, в частности, приложил немало усилий, чтобы попасть в мастерскую Мариана Фортуни и Марсаля, крупнейшего мастера европейского ориентализма. С впечатлениями от африканских студий Фортуни и от самого восточного антуража его студии, обставленной вывезенными из Марокко вещами, принято связывать этот сравнительно редкий для отечественной живописи образ. Вставая в один ряд с другими экзотическими типами портретами парижских лет, евреем на молитве, украинкой и украинкой у плетня, негритянка показывает, что легкая кисть Репина, останется он в Европе, вполне могла бы прокормиться ходовыми ориентальными сюжетами. Вырвавшись из-под опеки Императорской академии и либерально-демократической критики, он, кажется, был готов пуститься во все тяжкие, взялся за такую истинно парижскую тему, как парижское кафе, выставил картину на салоне, нарушив запрет для пенсионеров участвовать в заграничных выставках и вызвав гнев начальства, и не продал ее только от жадности, заломил слишком высокую цену. Но если в парижских сюжетах Репин вряд ли мог бы соперничать с манией и импрессионистами, то на поляне ориентализма был бы вполне конкурентно способен. Ориентальные сюжеты можно было бы разнообразить русскими. В Париже волские борлаки выглядели не меньше экзотикой. Садко 1876. Русский музей. Самый забавный анекдот в творчестве Репина Картина на былиный сюжет с национально-патриотическим подтекстом. Ассортимент невест, предложенных Садко, художник, оглушенный разнообразными европейскими впечатлениями, намеревался представить как панораму идеалов женской красоты в искусстве от Проксителя и Рафаэля до Рембрандта и Рубенца, но новгородскому купцу, писаному с репинского друга однокашника и будущего сказочника-былинщика Виктора Васнецова, надлежала программно выбрать Чернаву, забившуюся в дальний угол холста бедную неприглядную русскую женщину, Стасов. К сказочной истории Репин подошел во всеоружие реализма, обложился атласами океанической флоры и фауны, ездил на этюды в Нормандию, посетил крупнейшие морские аквариумы в Хрустальном дворце в Лондоне и в Берлине. Однако плодом этих национально-реалистических усилий оказалась трескучая салонная махина, которую прохладно встретили в Париже и даже Стасов, кажется, хвалил через силу. Тем не менее за картину, написанную по заказу наследника, цесаревича Александра Александровича, Репин был удостоен звания академика. Садко вместе с запорожцами и Николаем Мерликийским, избавляющим от смерти трех невинно осужденных, картина, купленная Александром. 3. Фонд будущего Национального музея русского искусства, была едва ли не самым популярным произведением религиозной живописи до революции. Ее как новую официально одобренную икону часто воспроизводили в храмовых росписях, стали первыми репинскими полотнами в собрании русского музея. На дерновой скамье 1876. Русский музей. С легкой руки мэтра советского искусствознания Алексея Федорова-Давыдова, объявившего пейзаж, писанный сразу по возвращении из Парижа, самым импрессионистическим произведением художника, дерновая скамья сделалась наиболее мифологизированной работой Репина, примеряющей с ним формалистский лагерь. Кажется, что от этого пленарного этюда рукой подать до импрессионизма, первые успехи которого Репин наблюдал в Париже и поначалу позволил себе очароваться, обожаю всех экспрессионалистов. Светоносность красок и новое понимание фактуры, которая отныне является не свойством изображенного предмета, но качеством самой однородной живописной ткани, производит столь сильное импрессионистическое впечатление, что не сразу замечаешь театральную режиссуру композиции, созданной под Петербургом на даче архитектора Шевцова, тестя художника. Дерновое скамье и деревья в контражуре, служащую задником и кулисами, организует мизансцену для семейного портрета, где изображены тесть, теща, шурин с супругой, а также жена и дети Репина. Именно в интимных семейных портретах и тюдах парижского периода Репин ближе всего подошел к импрессионизму, от которого вскоре бежал под гражданственные окрики музы, коллег и критики. Крестный ход в Курской губернии 1881-1883 годы. Третьяковская галерея. Безусловный. Опус Магнум. Репина, в связи с которым впервые прозвучали слова о беспощадном реализме, принадлежавшие вовсе не Стасову, а Андрею Сомову, редактору академического вестника изящных искусств, будущему хранителю картинной галереи Эрмитажа и отцу Константина Самова, в скором времени репинского ученика, вызывает самые полярные интерпретации, от антиклирикальной сатиры и критики полицейского самодержавия до философского размышления о движущей силе истории. Хоровая картина, где живая и разнохарактерная толпа, являющая коллективный портрет всего общества, всех его сословий и прослоек, относится к хрестоматийным репинским сценам из современной жизни, которые поднимаются до обобщения историко-философского характера. Такие композиции делят на шествие, бурлаки, крестный ход, манифестация 17 октября 1905 года, и стояние, государственный совет, прием волосных старшин Александром. 3. Причем если стояние принято связывать с фиксацией консервативного, окостеневшего государственного тела, то шествие, выходящее прямо на зрителя и как бы проходящее сквозь него, с пониманием исторической роли народа или массы, что открывает широкие возможности для спекуляций и приписывания репину толстовских, стихийно-марксистских и чуть ли не протобергсонианских взглядов. Впрочем, гораздо занимательнее невероятная эклектика подготовительных студий, связанных с темой религиозной процессии, которая заинтересовала репина еще в конце 1870-х в родном Чугуэве и не отпускала до самой смерти, заставляя перетасовывать множество впечатлений не только крестного хода в коренной пустыне близ Курска или идущих на богомоле в Троицу Сергиеву и Лавру. Царевна Софья Алексеевна через год после заключения ее в Новодевичьем монастыре во время казни стрельцов и пытки всей ее прислуги в 1698 году. 1879. Третьяковская галерея. С Василием Суриковым Репин, встречавший своего конкурента еще в Академии, сдружился в Москве, где поселился было по приезде из-за границы, но только в январе 1879 года, увидев в Суриковской мастерской начатое утро стрелецкой казни, почувствовал, что русская школа обретает выдающегося мастера исторического жанра. Репин нахваливал незаконченную работу в письме к учителю Сурикова Павлу Чистякову, а после того, как картина была выставлена на девятой выставке передвижников, всячески рекомендовал художника Павлу Третьякову и пенял Стасову за равнодушие к шедевру. Сам Репин взялся за стрелецкую тему еще в 1877-м, читал, увлекся историей костюма, а царевну Софью писал, можно сказать, с настоящей феминистки матери своего ученика и друга Валентина Серова, первого в России профессионального композитора женщины и известной эмансипе Валентины Серовой Бергман. Репинская картина на стрелецкий сюжет была выставлена равно за два года до Суриковской весной 1879-го, на седьмой выставке передвижников в Петербурге. Ее встретили прохладно, тонкостей в снятии временной дистанции и психологическом приближении прошлого к настоящему, за которую потом будут ценить Сурикова, Репину не хватило, и он пытался компенсировать нехватку театральной аффектацией. Если картина из истории, проявляющейся в современности, осталась за Суриковым, то Репин показал себя создателем картины о современности, на глазах становящейся историческим полотном. Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года 1885. Третьяковская галерея После провала царены Софьи Стасов страстно убеждал Репина не браться за исторические темы, но тот ослушался, в результате чего получилась самая скандальная картина в истории русского искусства. Расхваленный в кругу передвижников еще до завершения работы и заранее купленный Павлом Третьяковым, Иван Грозный экспонировался на 13-й передвижной выставке в Петербурге, вызвал невероятный ажиотаж и был однозначно воспринят как критика деспотизма и самодержавия и сторонниками и противниками Репина. Неудивительно, что с подачи обер-прокурора Святейшего Синода Победоносцева последовал высочайший запрет выставлять картину на передвижной выставке в Москве и в галерее Третьякова. Запрет сняли через три месяца, но с него начинается история выставочной цензуры в России. На сей раз в сцене, где роль царя исполнил передвижник Григорий Мясоедов, а роль царевича разделили писатель Всеволод Горшин и пейзажист Владимир Менг, Репи не мог обойтись без этюдов с натуры, увидели непошлую театральность, а жизненности шекспировский психологизм, восхищенный Толстой сравнивался на убийцу с Карамазовым отцом. Жизненность, видимо, испровоцировала нападение на Ивана Грозного старообряца Балашова зимой 1913 года, что привело к самоубийству хранителя Третьяковской галереи художника Егора Хруслова, а пост главы музея перешел от Ильи Остраухова к Игорю Горобарю, с трудом удержавшему Репина от переделывания картины при авторской реставрации. Хирург Евгений Васильевич Павлов в операционном зале 1888, Третьяковская галерея. Одна из колористических вершин в живописи Репина, небольшая картина маслом на картоне, полная света и этюдной свежести. Хирург Евгений Павлов, друг дома и домашний врач, пациентками которого были жена Репина, и ученица и пассия Марианна Веревкина, изображен в кульминационный момент операции. Русская критика, сравнивая Репина и Сурикова с Адольфом фон Минцелем, в пользу отечественного производителя, не могла не видеть, что таланты художника-современности и художника-историка, счастливые в равной пропорции соединившиеся в Минцеле, оказались распределены между Репиным и Суриковым. Репин, много писавший и Николая Пирогова, и других, именитых и безымянных докторов, к сожалению, не написал большой картины, в центре которой был бы образ врача, столь важный для русской литературы. Не ждали 1884-1888 годы. Третьяковская галерея. 3 апреля 1881 года состоялось повешение народовольцев, последняя публичная казнь в истории России, Репина не присутствовал, и увиденной живо врезалась ему в память, помню даже серые брюки Желябова, черный капа Арперовской. В результате этого эмоционального потрясения возникли, как принято считать, Иван Грозный, и не ждали, кульминация народнической серии, к которой художник приступил в конце 1870-х и возвращался на протяжении 20 лет. Репин был настолько захвачен образами революционной молодежи, что осенью 1881-го и сам пытался поступить вольнослушателем в Московский университет. Попытка не удалась, так что моделью для вернувшегося домой каторжника послужил не какой-то московский студент, а все тот же красавец Горшин, только что убиенный Иваном Грозным. В народническом цикле чрезвычайно сильные евангельские аллюзии, сходка, авторское название при свете лампы, картину переименовали в 1936-м, отсылает к тайной вечере, арест пропагандиста и одновременно к взятию под стражу и к бичеванию Христа, а отказ от исповеди, это опять же советское переименование. Сейчас Третьяковка вернулась к принятому до 1936-го названию перед исповедью, кажется вариацией на тему Христос перед Пилатом. В Неждале тоже обнаруживали евангельские подтексты, но разные, Алексей Суварин видел в герое блудного сына, Стасов Мессия. Перфекционист Репин по обыкновению до бесконечности вносил исправление в картину, даже после того, как Третьяков выторговал Неждале и увез в Москву, наезжал в галерею и кое-что переписывал, и изрядно засушил ее. Годовой поминальный митинг у стены коммунаров на кладбище Перла-Шес в Париже 1883. Третьяковская галерея. Митинг памяти героев парижской коммуны на кладбище Перла-Шес Репин тоже видел воочию во время европейского турне, предпринятого в компании Стасова. Сделав наброски непосредственно у стены коммунаров, он за три дня написал совершенно парижскую, пленберно-этюдную картину с живой, подвижной и пестрой толпой, отпуская на волю своего внутреннего Менцеля. Как будто бы сюжет из революционного настоящего Франции, в отличие от сюжета народнического, не требует академической сконструированности и музейной засушенности, и импрессионизм в этом случае вполне уместен. Портрет В.В. Стасова 1883. Русский музей. Одних портретов было бы достаточно, чтобы Репин занял место среди крупнейших мастеров русской реалистической школы, между своим другом-наставником Иваном Крамским и своим другом-учеником Валентином Серовым. Изобразив едва ли не всех выдающихся современников из мира творческой и научной интеллигенции, всю могучую кучку и добрую половину передвижнического товарищества, весь цвет русской литературы и науки, особенно медицины, физиологии и психологии, которые так интересовали его как художника, Репин и сам очень быстро вошел в этот пантеон. На первых порах именно дружба со Стасовым, начавшаяся в 1871 году и выдержавшая немало испытаний, помогла ему, сыну военного поселянина из захолустного малороссийского Чугуева, стать частью этих кругов. Стасова и его близких Репин писал и рисовал почти так же много, как и Толстого, с первым портретом Стасова, написанным в 1873, дебютировал на передвижных выставках, вызвав страшное недовольство Императорской Академии. Самый известный портрет Стасова, Дрезденский 1883 года, был написан Репиным во время их совместного европейского путешествия. Все музеи Дрездена закрылись на праздничные каникулы, и, чтобы чем-то себя занять, Репин всего за два дня запечатлел друга в образе такого грозного ветхозаветного пророка. Вскоре ему предстояло на собственной шкуре прочувствовать силы пророческих проклятий. В 1890-е Стасов обвинит Репина, ставшего завсегдатой о модных салонах, согласившегося профессорствовать в Академии и чуть ли не отстаивавшего принципы в письмах об искусстве и очерке о Николае Ге, в предательстве передвижнических идеалов. Портрет П.М. Третьякова 1883 Третьяковская галерея Множество знаменитых репинских портретов написано по заказу Павла Третьякова, поддерживавшего молодое дарование с начала 1870-х. Меж тем при жизни мецената Репин писал его лишь однажды, по собственному почину. Третьяков позировал зимой 1881-1882 годов, накануне окончательного переезда Репина из Москвы в Петербург, с удовольствием приезжал на сеансы, любя художника и ценя общение с ним. Однако когда картину выставили в Петербурге на 12-й передвижной выставке, Третьяков попросил снять ее с экспозиции, будто бы из скромности, и в Москве ее уже не показывали. Известно, что семья Третьякова портрет не приняла, сочтя позу и общие настроения неудачными, картина осталась у портретиста, и сам он позднее вынужден был согласиться с критиками. Получив у гроба Третьякова заказ на портрет-памятник, Репин воспользовался своей ранней версией, фотографиями и посмертной маской, сохранив тот же непонравившийся родным поворот, но смягчив напряженность и скованность фигуры, которую поместил в один из залов галереи. Тогда же, видимо, был переделан и нейтральный фон оригинального портрета. Третьяков оказался механически вставлен в безвоздушное пространство своего музея. Но если абстрагироваться от позднего фона, в меланхолической и нервной модели проявляются лучшие качества интимного репинского портрета, особенно явные в образах ДТ и любимых женщин. Запорожцы 1880-1891 годы Русский музей Недаром про них Гоголь писал «Все это правда. Чертовский народ. Никто на всем свете не чувствовал так глубоко свободы, равенства и братства. Во всю жизнь Запорожье осталось свободно, ничего не подчинилось, в Турцию ушло и там свободно живет, доживает», – писал Стасову восторженный репин осенью 1880 года, вернувшись из своей первой историко-культурной экспедиции по местам боевой славы запорожцев, маршрут который был разработан для художника украина филом Николаем Костомаровым. К этой теме репин, кажется, подошел много серьезнее, чем к другим своим историческим изысканиям. Наряду с профессорами Академии, Консерватории и солистами Мариинского театра, послужившими моделями для запорожцев, в сцене задействованы и настоящие казаки-историки казачьей старины, Василий Тарновский, основатель Музея украинских древностей, в чьем черниговском имении Кочановка репин долго гостил, и крупнейший ученый-украиновед Дмитрий Еворницкий, чьими консультациями, историко-этнографическими и археологическими исследованиями и коллекциями репин пользовался при работе. Даром что и ворницкий отрицал достоверность легендарного письма запорожцев турецкому султану, о котором репин впервые услыхал в Абрамцеве в 1878 году. Несмотря на то, что консультантами репина оказались политически неблагонадежный Костомаров и Еворницкий, вечно подозревавшийся в украинском национализме и сепаратизме, последний и при царской, и при советской власти, картину, имевшую большой успех вплоть до Гран-при на Всемирной выставке в Чикаго, приобрел император Александр. Три. ГОПАК Танец запорожских казаков 1926-1930 годы Частное собрание, Москва По боку все несчастья, все обиды и грабежи, Я попал веселый час на Запорожье Они танцуют ГОПАКа Я посвящаю свою картину памяти Модеста Петровича Мусорского, писал Репин в 1927 году Владимиру Зелеру, горячему поклоннику и пропагандисту репинского искусства во Франции, говоря о работе над ГОПАКом и вспоминая свою первую запорожскую поездку. Национальный вопрос в отношении Репина вызывает ожесточенные и ненаучные дискуссии по сей день Вот из этого фрагменту можно сделать самые противоречивые выводы относительно того, пишет ли это украинский патриот, носитель русской культуры, посвящающий картину Сорочинской ярмарки Мусорского, или же еврея Полукровка, прощающий казачеству все обиды и грабежи. Посмертный портрет Кастамарова, воображаемый портрет Тараса Шевченко, иллюстрации к Запорожье в остатках старины и преданиях народа Яворницкого, Черноморская вольница и, конечно, ГОПАК служат аргументами в пользу украинофильства Репина, только усиливавшегося в его поздний период. Впрочем, самые яркие украинофильские произведения Репину, Запорожцев и ГОПАК можно рассматривать и в ориенталистском контексте, тем более что в обеих картинах явно педалируется экзотическая стихийность смеховая или плясовая. Торжественное заседание Государственного совета 7 мая 1901 года, в день столетнего юбилея со дня его учреждения 1901-1903 годы. Русский музей. Стасов писал, что с этим драгоценным багажом русская живопись прощается с 19 веком и поступает в 20. Правительственный заказ на колоссальный, 4 на 9 метров, 81 персонаж, групповой портрет для зала заседания Государственного совета в Мариинском дворце, знаменовавший незыблемость монархического правления, Репин, всегда подчеркивавший свои антимонархические взгляды, блестяще исполнил вместе с двумя учениками, Борисом Кустодиевым и Иваном Куликовым. Художнику дозволялось присутствовать на заседаниях, в том числе и на том юбилейном, которое он был призван увековечить, чтобы рисовать, писать маслом и фотографировать. Репин снимал кадоком. Картина может показаться расцвеченным снимком, но эта фотографичность обманчива. В композиции и мастерской совмещено несколько точек зрения и масштабы фигур далеко не всегда соответствуют строгим правилам перспективы. Однако ощущение, что эта фотография запечатлела некий умирающий, уходящий из современности в прошлое ритуал, остается. В январе 1904 публика была допущена в Мариинский дворец для осмотра полотна, но гораздо большую известность получили портретные этюды, демонстрировавшиеся и на передвижных выставках, и на Таврическую дегилево. Всего сохранилось около 50 этюдов, из-за которых современники сравнивали Репина то с Холсом, то с Манией, которые принято ставить выше законченного целого. Лев Николаевич Толстой Басой 1901. Русский музей. Великая дружба двух титанов реализма, как всякий культурный миф, покрылась густым слоем лака, под которым не слишком заметно, что Репин, боготворя Толстого, скептически относился к его религиозному улучшению и морализаторству, хоть и придал Николаю Мерликийскому толстовские черты. Толстой же временами подозревал Репина в пустоте и погоне за эффектом, так что упомянутое в Воскресении имя художника символизирует великосветский вкус во всей его поверхностности. Самым популярным портретом Толстого из множества живописных, графических и даже скульптурной работ Репина был пахарь, разошедшийся по всей России в храмолитографиях и фототипиях и сделавшийся настоящей интеллигентской иконой. Толстой Басой, Толстой на молитве в лесу, тоже стал иконой и памятником в силу обстоятельств. Этюд был написан в 1891 году в Ясной Поляне из-за кустов с разрешением молившегося «Я теперь, когда меня рисуют, как девица, потерявшая честь и совесть, никому же не отказываю». Пишите, если это вам надо, но работать над картиной Репин тогда не стал, вернувшись к замыслу лишь через 10 лет. Изображая своего кумира в труде на пашне, на покосе, за чтением, над рукописью, Репин систематически ищет альтернативу официальному портрету, и его портретные эксперименты достигают предела в этом образе Толстого за умным деланием, где формула парадности, неизменная С-16 века, сохраняя все внешние признаки, наполняется совершенно новым содержанием. 17 октября 1905 года, 1907-1911 годы. Русский музей. Масленица русской революции, как назвал картину, в которой ему всюду мерещились евреи, Василий Розанов, захватила Репина настолько, что в 1905-м он и сам чуть было не вступил в кадетскую партию, влекующую по поводу объявления Октябрьского манифеста процессию освободительного движения русского прогрессивного общества будто бы включен ряд политически неблагонадежных репинских друзей-знакомцев вроде Владимира Стасова, Семены Венгерова или Лидии Еворской. Первый эскиз к картине датирует 1905 годом, и он представляет собой странную смесь пафоса и карикатуры. Революционный крестный ход с алыми знаменами бесконечной змеей наползает на зрителя, оставляя позади пожарища и весельцы. Над процессией парят загадочные черные фигурки не то студенты с курсистками, не то иконописные бесы. Спустя два года крестный ход трансформировался в карнавальный хоровод, палитра приобрела экспрессионистскую звучность, красочная масса задвигалась в унисон-толпе. Возможно, эти чудесные превращения произошли не без влияния одного из любимых учеников, Филиппа Малевина, чей вих репе называл символом русской жизни 905 и 906 годов. Какой простор! 1903. Русский музей. Бдительный Стасов сразу заподозрил в картине признаки символизма, шагнул в области насказаний, аллегорий, таинственных скорлупок. Современники почти единодушно расслышали гимн революционному студенчеству, а после манифеста 17 октября 1905 года какой простор! И вовсе стали воспринимать как своего рода вскиск масляницы русской революции. Однако Репин такие трактовки отвергал, стар, батенька, для символов и фокусов, просто студент с курсисткой по Мариумазурку танцуют. В 1903 году он окончательно поселился в Пенатах, этюды к картине писал в Куокале, на побережье Финского залива, и, кажется, впервые в жизни впал в соблазны маринистики. Большевики 1918. Дворец Конгрессов. Февральскую революцию Репин принял благосклонно, участвовал в ряде революционных начинаний вроде аукциона в пользу освобожденных политических заключенных, принялся за портрет Керенского и на 46-й выставке передвижнического товарищества, открывшейся в декабре 1917-го в Петрограде, выставил новый вариант Бурлаков с названием «Быдло империализма», что было воспринято частью публики как заигрывание с революционными властями. Однако к большевистскому правительству он никаких симпатий не питал, в письмах, адресованных парижским корреспондентам, когда мог не опасаться перлюстрации, оттестовал большевиков не иначе как ворами, грабителями, мошенниками и идиотами и, несмотря на настойчивые приглашения Кремля, не собирался возвращаться в советскую Россию, радуясь тому, что в результате апрельских боев 1918-го года Куакала осталась в составе независимой Финляндии. За советскими политическими и культурными новостями Репин следил внимательно и еще в середине 1920-х пришел к выводу, что большевики идут по пути реставрации самодержавия. В основу сюжета картины, в СССР никогда не репродуцировавшейся, положен написанный Репину кем-то из очевидцев случай, пьяная солдатня отнимает хлеб у ребенка на Петроградской улице. В отсутствие собственных живых впечатлений художник решает сценку в бригилевском духе. Портрет А. Гаинкалелы 1920. Атениум, Хельсинки. Последние 30 лет Репин, в 1899-м купивший имение пенаты в Куакале, на южных рубежах Великого княжества финляндского, прожил на финской земле, хотя и не получил финского гражданства после провозглашения государственной независимости. Налаживая культурно-дипломатические связи с финским государством, в 1920-м Репин подарил финляндскому художественному обществу 30 картин, как своих, так и других русских художников из собственной коллекции, после чего общество избрало его почетным членом и устроило торжественный банкет в его честь, а правительство наградило орденом Белой Розы и не забывало об официальных поздравлениях к 80-летнему и 85-летнему юбилеям. Выставки Репина и его сына Юрия регулярно устраивались в Хельсинки и других городах Финляндии, обеспечивая семье относительно безбедное существование. Репин не оставался в долгу на протяжении пяти лет писал коллективный портрет творческой элиты страны под названием «Финские знаменитости» 1922-1927 годы. На первом плане, в самом центре композиции, между двумя архитекторами финской независимости, Карлом Густавом Маннергеймом и Элиелем Сяориненом, помещенок в селе Гаин-Калело. Впервые увидев работы Гаин-Калело еще в середине 1890-х, Репин отозвался о нем резко отрицательно. Из финской живописи он более всего ценил близкого себе по духу Альберта Эдельфельта, тогда как культ Гаин-Калело насаждали репинские эстетические оппоненты из партии Дегелева и Мира Искусства. «Научите нас смотреть картины. Мы не умеем, как советский человек учился ходить в музей. Дайте мне хоть лужу грязную, что основатель Третьяковки думал о русском искусстве». Еще больше репина в телеграм-канале «Уикенд».